Приветствую! Пришла повестка почтой. Что делать в этой ситуации с точки зрения закона? Чего можно не делать? И какие последствия будут за нарушение законодательства о мобилизации в этой ситуации? С этими вопросами мы сейчас с вами и разберемся. Итак, если вы обнаружили в своем почтовом ящике, либо в двери, уведомление от почты с пометкой «Повестка ТЦК», то вы должны понимать, что с той даты, которая указана в самом уведомлении, у вас есть три дня на то, чтобы забрать повестку на почте. Почему именно три дня? Потому что с точки зрения правил, если вы в течение этого срока не забираете повестку, то она уходит обратно от правителю, то есть в ТЦК и СП. С точки зрения действующего законодательства Украины, вы должны принять эту повестку и явиться по ней в ТЦК и СП. При этом хочу обратить ваше внимание на тот факт, что если у вас в повестке указано, что причиной вызова вас в ТЦК является сверка данных, либо уточнение данных, совершенно не должен вас расслаблять. Расслаблять в каком случае? То есть вызов вас в ТЦК на уточнение данных совершенно не говорит о том, что вы придете, вы уточните данные и вы уйдете. Вы должны понимать, что сейчас в стране идет мобилизация, и тот факт, что вы явились для сверки данных, не говорит о том, что во время сверки этих данных вам не могут вручить направление на ВЛК, а после прохождения ВЛК вам не могут вручить повестку на отправку. Все это может быть. Более того, именно так все и происходит. Человек приходит в ТЦК для уточнения данных, но потом в процессе выясняется, что он, допустим, не проходил ВЛК, у него нет оснований для отсрочки от мобилизации, соответственно, ему дают направление на ВЛК, если потом его признают пригодным, то ему дают повестку на отправку. И это абсолютно нормально с точки зрения закона. И вы должны, ну, к этому как минимум быть психологически готовы, как максимум нужно, я не знаю, запастись там вещами какими-то, да, то есть если вы идете в ТЦК, вы должны понимать, что с большой вероятностью уже в этот день вас могут призвать. И, соответственно, у вас должна быть подготовлена какая-то сумка там с теплыми вещами, возможно, с бутербродами, с чаем, которую вам привезут ваши родственники. Если же вы в соответствии с требованиями законодательства явились в ТЦК и СП. А теперь поговорим о том, а в каких случаях можно не являться по повестке в ТЦК. Такие случаи предусмотрены действующим законодательством, и такая неявка, она будет абсолютно законной, и никаких последствий за неявку в ТЦК в виде юридической ответственности штрафов и т.д. не будет. Но должны быть уважительные причины. Какие это причины? Это может быть смерть вашего близкого родственника, это может быть стихийное бедствие, это могут быть какие-то боевые действия, которые помешали вашему прибытию в ТЦК. И, естественно, это может быть ваша болезнь. При этом хочу обратить ваше внимание, что если мы говорим о болезни как причине неявки в ТЦК, то ваша болезнь должна быть подтверждена медицинским заключением. То есть вы должны обратиться к врачу. Врач, допустим, должен открыть больничный, как мы это называем, открыть вот этот лист темчасовой непроцездатности. И в этом случае у вас будет документальное подтверждение того, что у вас была уважительная причина неявки в ТЦК. При этом закон устанавливает и определенные правила даже в этом случае. Если у вас есть уважительная причина неявки в ТЦК, вы должны уведомить ТЦК о том, что в этот день вы не явитесь. Как это лучше всего сделать? Электронная почта. На электронную почту желательно со своей электронной подписью отправить сообщение, что вы не являетесь в ТЦК по такой-то причине. При этом вы не планируете уклоняться от мобилизации. И как только причина будет устранена, уважительная, ну, например, вы в момент получения повестки уже, может, были на больничном. И, например, как только заканчивается больничный, вы в течение 7 дней, как того требует закон, явитесь в ТЦК. Вот об этом вам нужно сообщить. Зачем это нужно сообщить? Затем, чтобы вас не поставили в так называемый розыск, не начали выписывать вам штраф, да, и думать, что вы уклонист. Да, вы ж никакой не уклонист. У вас просто есть уважительная причина, и об этом надо сообщить. Теперь переходим к последнему вопросу. А что будет, если не явиться по повестке в ТЦК? Закон Украины о мобилизации, Кодекс Украины о административных правонарушениях, закон о нацполиции. Описывают эти последствия. Первое последствие. ТЦК может в судебном порядке ограничить вам право управлять транспортным средством. Второе последствие. Это штраф. Штраф от 17 до 25 тысяч. Третье последствие. Это так называемый розыск. Ну, проще говоря, да, вам в системе АБРИХ поставят пометку «Порушение правил вейскового облику». И после этого на улице при встрече с представителями ТЦК, с представителями полиции, они это увидят, да, во время проверки документов. И, соответственно, будет задержание и доставка в ТЦК и ИСП для составления административных материалов. При этом хочу обратить ваше внимание, что все эти последствия будут независимо от того, приняли вы повестку, либо не приняли. Потому что постановление Кабинета Министров номер 560 закрепило правило, что повестка, которая отправлена, она считается врученной. Поэтому принял или не принял повестку, последствия будут одинаковые. Ну, соответственно, если не явился по повестке. При этом обращаю внимание, что человек может не принять повестку. Ну, например, он в течение трех дней не успел принять повестку. Но после этого он является в ТЦК. И, соответственно, в этой ситуации он выполнил свою обязанность. И никаких последствий для него не будет в виде юридической ответственности. Если вы считаете, что данная информация была вам полезна, то ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой YouTube-канал, и вы найдете еще массу полезной информации. Также приглашаю вас в свой Telegram-канал. Информации там гораздо больше, и появляется она оперативнее, чем в YouTube-канале. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному ролику. Ну, а я вам традиционно пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.